Недавно на нашем канале прошел сюжет о многоквартирном доме, построенном кооперативом «Восток» в Каспийске. Многоэтажка была сдана на баланс города. У жильцов есть все необходимые на это документы. Только платили они за коммунальные услуги и техобслуживание больше трех лет застройщику, но за свои деньги так и не получили положенных им удобств. Сюжет РГВК увидели и в жилищной инспекции республики. Специалисты ведомства совместно с нашей съемочной группой организовали выездной рейд, в ходе которого были выявлены все недостатки, о которых мы уже говорили. Это и нарушение правил демонтажа, то есть неправильно подключены электрические провода в щитках, доступ к которым может иметь любой желающий. И так не должно быть. Если случайно это отсоединят, уйдет, она под напряжением. Потом ребенок, так все системы здесь делали. Потом ребенок, если попадет, он умрет же. Так же не бывает. И вообще эти щиты все должны быть закрыты на замок? У меня закрыты, я сам сделал это все. Далее сотрудники жилинспекции обследовали подвалы. Как и было показано в сюжете, они затоплены. И меры по устранению данного нарушения застройщик так и не принял. Было отмечено и отсутствие газа, перебои с водой и слабое отопление. По словам руководителя госжилинспекции Алиджа Браилова, по отношению к застройщикам будут предприняты все необходимые меры административного воздействия. То, что в подвале, подвал затоплен, грубое нарушение. То, что кабеля висят в ужасном состоянии в подъездах и на территории в ужасном состоянии. Мы будем, значит, сегодняшний день, как я на работу приеду, разберусь, значит, нужно будет подготовить представление адрес администрации города Каспийск, о том, что осуществили на основании статей 161 жилищного кодекса выбор способа управления. Ну, судя по разговорам людей, я не могу сделать вывод. Мы обязательно в порядке запросим все необходимые документы. И, соответственно, ну, забегая вперед, могу сказать, слушая, если поверить людям, наверное, нужно будет документы передать правоохранительным органам. Ну, а жильцам дома Джабраилов посоветовал создать собственное ТСЖ, где уже сами жильцы смогут распоряжаться собственными средствами.